ну что друзья всем привет это продолжение прохождения третьего ведьмака со всеми дополнениями в прошлой части мы начали проходить сюжетку нам устроили такую подставу нехилы думаю мы продолжим проходить по большим городе ладно отправляемся хочется чуть-чуть продвинуть ты тут случайно или ищешь чего а кто спрашивает рудольф дейонкер из тех самых дейонкеров мои предки заложили основы новиграда я владелец самого крупного банка в городе я не просил рекомендаций имени вполне достаточно мой отец сговаривал все должны знать твои заслуги сын не скрывая их от мира я ищу карину тильный тебе повезло потому что карина сейчас в моем доме уже несколько дней она снит его историю я хотел бы туда войти и осмотреться обычно я не пускаю чужих свой дом но по двум мечам я вижу что ты ведьмак а значит понимаешь в таких вещах ходить даже вареник забрал положи это это кровь это кровь пожалуйста а 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 Проснись, это только сон Проснись Кукла Чердак Так, пора заглянуть на чердак Положи это Уволю Это кровь Не проливай ее Пожалуйста Отойди отсюда Не делай этого Оставь Стеллаж загораживает проход в соседнюю комнату Странно все это Кукла На рисунке она лежит в колыбели Может, стоит найти колыбель? Положи это Умоляю Это кровь Не проливай ее Положи это Очередной шедевр Печь и черная топка В таком случае Ищет Отойди отсюда Подвал полюбил Не делай этого Оставь Как все Как все Как все Как все Как все Такое Ля Ролей Нормально залетало. Испугался? Ну, испугался ведь? Вижу, что испугался. Такой отважный, а испугался маленькой Сары. Вот здорово! Не делай так больше, маленькая Сара, а то кто-нибудь испугается и причинит тебе вред. А зачем мне вредить? Что, уже и поиграть нельзя? Это как и Басик. А во что ты играешь? Эта тетка заснула, и я наслала ей страшные сны. И не дала проснуться. Я так умею. Смешно, правда? Очень смешно. Только мне надо поговорить со сновидящей. Ты не могла бы дать ей проснуться? Маленькая Сара не хочет ее будить. Маленькая Сара хочет играть. То, что ты делаешь, смешно только тебе. Ты шуток не понимаешь. Люди вообще глупые. Из-за тебя у сновидящей кошмара, от которых она не может проснуться. Зачем ты ее мучаешь? Вовсе я ее не мучаю. Страшные сны, это здорово. Мне вот больше всего нравится, когда за мной во сне гоняется огромная курица с такими красными... А зачем ты поселилась в проклятом доме? Я скажу тебе секрет. Этот дом вовсе не проклят. Я только играю, чтобы все так думали. Он стоял пустой, вот я в нем и поселилась. А потом пришел этот важнюга из банка и его купил. Не люблю жить с банкирами. Вот я и решила его припугнуть. Так, маленечко. Банкир очень боится. Он заплатил за этот дом много денег. И так просто его не оставит. Поэтому тебе придется поискать новое место. Не хочу, не хочу, не хочу! Новиград это не место для прибожков. Но если хочешь здесь жить, дело твое. Давай договоримся. А как это? Оставь в покое сновидящую, а я скажу хозяину, что дом проклят. И заклятие с него снять не получится. Ты ему так скажешь? А если он не поверит? Я ведьмак. Он не поверит. Да, да, да. Сделай так. А я обещаю, что не буду мучить твою подружку. Нини, ты очень красивый, знаешь? Спасибо. А теперь иди будить Соню. Я не буду ей мешать. Она проснется. Да. Вот тебе и дом, прокаты. Ты кто? Меня прислала к тебе Трис Моригольд. Мамочки. У меня были такие кошмары. Мне надо было проснить историю этого дома, а вместо этого снилась мебель, которая хотела меня сожрать. А звучит по-идиотски, но во сне все было совершенно реально. И совсем не смешно. Это проделки прибожка. Он устроил так, что люди сочли дом проклятым, а потом заразил твои сны своими глупыми шутками. Мне повезло, что ты смог меня разбудить. У ведьмаков есть свои приемы от таких тварюшек. Спасибо тебе большое. Эти кошмары. Я могу тебя чем-то отблагодарить? Откровенно говоря, да. Я ищу одну девушку, которую видели в Новиграде. Попробую тебе помочь. Только сперва я должна стереть следы этих буйно помешанных снов. Ищи меня в корчме Золотой Осетр. Я там комнату снимаю. Отлично. Договорились. Пойдем сообщим, что дом проклят, получается. Я видел, что госпожа Тилле вышла, но она ничего не сказала. Дело решено или совсем наоборот? Совсем наоборот. И да, и нет. Карину из лап демона я освободил, но дом все еще проклят. Карина увидела его прошлое? Да. И оно настолько зловеще, что она не хотела об этом говорить. Здесь нельзя жить. Столько денег впустую. Ну, что же делать? Мы люди не бедные. Вот именно. Поэтому усечки бомбони будут и мушкой. Золотой Осетр. Мастер Кройверх приветствует претендента. Давайте замахаемся дальше. Геральт приветствует мастера Кройверха. Готов ли ты принять вызов и сразиться с чемпионом таверны? Да, конечно, готов. Бабусики, сколько? Ой, 80 монет. Можно подраться и с этим вашим Георгом. Внимание, внимание! Вот этот ведьмак выйдет на ресталище против чемпиона таверны Георга Георгиуса, прозываемого также Копром. А пока наш чемпион готовится, давай поболтаем. Поговорим о деньгах. Ты можешь порядочно заработать. Главное, слушай, что тебе говорят. Предлагаешь устроить сговор? Я не предлагаю никого обманывать. Я просто хочу сделать настоящее зрелище. Что скажешь? Сколько я получу, если сдам бой? Больше, чем если б ты его выиграл. Пошел ты. Поцелуй меня в жопу, мастер Кровер. Ты об этом пожалеешь. А приветствуем на ринге соперников Геральта и Георга Георгиуса по прозвищу Копер. Пусть победит сильнейший. Блядь, ну у тебя ряга. Ну так-то мне пьяны могут подвезти, поедим. Опа. Иди, иди, чувак. Будьте, блядь. А нет, что-то езжу как-то это. Ну? С меня хватит. Да давай, сука! Победителем в бою и новым чемпионом нашей таверны стал Геральт. Вот твоя награда. Еще можно подраться с Арчибальдом Монейлом. Он обычно где-нибудь у входа в трущобы. Есть еще Мортимер, капитан стражи. У него пост оксинфурдских ворот. Обязательно замахаюсь. Что принести? О, покажи мне свой. Кстати, вот. О, осадная поддержка. Это что такое? А, это не Гар. Махакамский. Ладно, главное, ну как-то. Кто мы, блядь? Почему что-то не привыкли? Я не голоден. Я, 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 я. Бледный ты как смех. А что за поддержка, кстати? А, осадная поддержка? Да, ну это тоже карта на самом деле. Ладно. Есть, я сейчас не обостройся. По крайней мере, не сильно жидко. Так, неплохо. Так, отправляем к нам. Шпиона! все четко поэтому у нас еще все так от лучше все я уходи спасал еще дик так подойдем в дуду ну все нормальный день вроде ебать как, конечно, просрал дурачок, блядь, ну ладно ставим вот так сразу так, че, лютика ставим хотя он ливень уже просрал, да? главное, чтобы у него не было этого как их, блядь, казнь, ты ебану так как она не мерклём, пидорасик, это казнь, это просто жесть башню выгоняем если у них нету казни, это все, для них это вообще без шансов блядь, ну вот почему казнь, откуда она, сука, появляется? почему всегда эта ебаная казнь ладит? блядь, че за хуйня вообще, сука, постоянно, это блядская казнь, я по-другому нахуй, у меня уже нервов не хватает, блядь, сука, конченая, блядь, заебала это хуйня, блядь, ну реально, это пиздец какой-то, это че, блядь, это вообще не нормально, блядь, казнь, сука, как только две катапульта эти ставлю, блядь, все, казнь, сразу, блядь, на руках, блядь, ну, непонятно, проебал,大家都 сейчас, ее по уdingу не думаю, реально на 4000 abeldel dic fate ладно, но это вообще-то, просто сука, да ну, это вообще-то, сука, как ты, в натуре нерв подоразит просто есть очень жам anytime здесь я, с ним В жизни не видел, как работают данные романты Я буду тебя направлять Сначала нам надо настроиться Я стану задавать вопросы, а ты отвечай Важно, чтобы твои ответы были искренними Чтобы они шли из глубины сердца Начнем Сначала приведи мне какое-нибудь воспоминание, связанное с этой девушкой Зачем это? Помогай мне, прошу тебя Расскажи мне самое сильное воспоминание о... Цири Девушку зовут Цири После второй войны с Нильфгардом Цири потеряла родителей Я не знал, что делать с маленькой девочкой И забрал ее в Каэр Морхен Я решил, что ловкость и умение драться на мечах ей не повредят Помню, однажды она стояла на разваленных стены У нее из-под ног вылетел камень, и она оступилась Я поймал ее в последний момент Но лучше всего я помню миг, когда она вышла из комнаты, одетая в платье, и сказала, что плохо себя чувствует Тогда я в первый раз понял, что Цири взрослеет, и это... неизбежно Хорошо Хочешь рассказать что-нибудь еще? Да, пожалуй Тогда я слушаю Когда-то я выполнил заказ Мне предложили выбрать награду, и я воспользовался правом неожиданности Я не думал, что когда-нибудь действительно встречу обещанного мне ребенка Спустя годы я продирался через Бракелон В лесу я нашел девочку, и сначала даже не знал, кто она Дриады Бракелона хотели оставить ее и превратить в одну из них Вода забвений не подействовала на нее Цири вернулась со мной Я отослал ее к ее бабушке, но уже тогда я был с ней связан Предназначением? Это нечто большее Спасибо Ты хочешь поделиться... Это все уже хватило Ты сказал, что у этой девушки есть способности Расскажи мне о них Как-то я спросил Йеннифер, почему Цири называют госпожи пространства и времени Она... путешествует между мирами Я не могу это объяснить Я не очень много понял из объяснения Йен Знаю только, что речь идет о чем-то большем, чем умении перемещаться в пространстве И что кровь Цири обладает необычайной силой Понятно Хочешь рассказывать дальше? Нет Конечно Я знала, что она для тебя важна Пожалуйста, давай... Ложись поудобнее и... Возьми меня за руку и рассказывай о... У кого? Может, у Лётика? Они очень хорошо друг к другу относились Это муторная миссия, если честно К対м-оже, другая миссия Лётик не за руку иbula Это муторная миссия Тлежка убран... Продолжение следует... 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 хватит прощай так чё нам сколько дали как у тебя на улице что б я вас тут больше не видел думаешь хотели другой раз ноги из жопы повыдергаю и обратно в гузна засажу геральт как всегда вовремя а ты золтан как всегда кому-то сапогом в гузна это кто местный колорит на минуточку отошел и ты погляди что они с нашим домом сделали ладно пора заняться весенней уборкой присоединишься как скажешь макомна а к чему бродяга макомна 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 Ну, все у нас исправно вышло. Теперь можно и поздороваться, как боги заповедовали. Сто лет тебя не видел, друг. Здорово, Золтан. Эктер сдобрел. О, так упражняюсь много. Из-за этой войны Махакамского тройного не встретишь, но Риданский лагерь его отличнейше заменяет. А вот ты что-то смурнел. Что такое? Дело в цели. Я знаю, что она была в Новиграде. Возможно, она все еще здесь. Вернулась, значит? Надо же. Интересно, я бы ее сейчас узнал. Это сколько же лет прошло? Шесть? Семь? И что она вообще тут делает? Скорее всего, скрывается. Ей грозит опасность. Она тебе снилась? Несколько раз. Она и дикая охота. У-у-у, нехорошо. Да, не очень. Зато я знаю, что она была здесь и виделась с Лютиком. Значит, у нас неприятности. А где Лютик? Ха, хотел бы я знать. Может, хоть он объяснит. Что за дьявольщина тут творится? Я только вернулся, сам видишь. Думал, меня ждут горячий окорок, холодное пиво, а тут жопа. Лютика нет. Везде бардак. Бродяги эти. Понятия не имею, что случилось. М-м-м. Давай оглядимся. Может, поймем, где его искать. Это да. Начнем с первого этажа. Там он обычно сидит, пишет. Все из лучших виноградников. В вине Лютик понимает, как никто. Коллегия профессоров Оксенфурдского университета имеет честь присвоить Юлиану Альфреду Панкратсу Виконту де Летенхофу титул магистра семи свободных искусств. Юлиан Альфред Панкратс. Все забываю, что он так худрацкий называется. Ага. Десять бочек изысканного Тусянского, пять ящиков Саденского тройного. Ничего интересного. Да нет, это-то мы и ищем. Это его ежедневник. Да, Лютик ежедневник. Очень смешно. Даже если он что-то отмечал, то, наверное, очень по-своему. И только он сумеет разобраться в своем бардаке. Погоди, может, все не так плохо. Вместе с этим славным прибытком на него свалились новые обязанности, в том числе бухгалтерия. Еще он отмечал время свиданий, официальных и приватных. Так, с кем он там встречался? А, о, вот оно. Последнее время он встречался только с девушками. Хм, хорошая мысль. У Лютика длинный язык. Может, он растрепал подружкам что-нибудь такое, что наведет нас на его след. Ну, на это весь расчет. Хм, ну, добро. Надо это... Я расспрошу девушек с моей... Золтан, постой. Тут все в стихах. А как иначе? Великолепно. Ло... Я тут еще немного приберу. Если что, я тут рядом. Ну, конь, давай. Спать, спать, спать. Да чтоб тебя в жи заели, краснолюк маршивый. Вечный огонь нас хранит. А он? Младший говорит, ты ему больше обещал. Я все отдам. С процентами. Только дайте мне неделю. Господин младший не банкир. Он человек порядочный. Платишь в срок, вот тебе охрана. Не платишь? На помощь! Ты че орешь, глупая? Думаешь, рыцарь на белом коне тебя спасет? Почти. Не вмешивайся, седой. Не твое это дело. У Веспулу теперь новая охрана. Да ну! Это чья же? Моя. Я предложил лучшую цену. Ну, посмотрим. Что у тебя с качеством узлок? Матва, по камере! Ого, давай. Блок. Сильно. Руки твои. Все в крови, все Столько работы и впустую Можешь меня не благодарить, правда Прости Не пойми меня неправильно, я благодарна, но все, что было, все пропало Не знаю, помнишь ли ты меня, но мы уже встречались Нет, а, погоди, погоди, узнаю Ты тот ведьмак, в которого я почти попала цветочным горшком, когда, ну... Когда выпроваживала Лютика через балкон, я здесь как раз по его поводу Ты не знаешь, куда он делся? Верно шляется где-то, фазан хрипатый, проходимец лживый Ого, чем-то он тебе досадил Тем же, чем и всегда, сердечный друг от семи недуг Вернулся ко мне, говорил, что теперь-то до гробовой доски И что? Застукала я его на пристани, как он шлялся под руку с какой-то потаскухой Это уже было слишком Сперва расспрашивал меня про подружек из прачечной при банях Потом вот это... вышвырнула я его с разбитой мордой А что за девушка была на пристани? Говорил, племянница из Ковера Да, скорее из Курвера Корсет так затянуло, что чуть зенки на лоб не лезли У него, впрочем, тоже Да говори, у тебя артистка какая-то или шлюха Они, в общем, по одной цене Спасибо за пом. Слушай, если уж я найду Лютик... Нет! То есть да Только скажи ему, что он козел Но пускай забегает Приветствую Я друг Лютика Ищу Элихаль Ты ее нашел? Чем могу служить? Подшить что-нибудь Штаны залатать Носки заштопать Ты Элихаль? А что ты так рот раскрыл? Я думал... Я думал, что Элихаль подруга Лютика О! Вон оно что! Подожди здесь Так лучше? То есть ты... Элихаль То есть ты и Лютик? Значит, как вы познакомились? Я встретил его как-то в корчме Он надрался в дугу И что было дальше? А что должно было быть? Мы разговаривали И только? Не знаю, что взберело тебе в голову Но сразу заявляю, что мужчина меня не интересует Ему я тоже так сказал К счастью, разум Лютика открыт для многого Мы провели вместе приятный вечер А с той поры он стал моим верным клиентом Лютик бывал в твоей швейной? Сколько раз я уговаривал его пошить достойный дублет К сожалению, он заходил пришить пуговицу или заштопать дыру Когда ты видел его в последний раз? Какое-то время тому назад Он пришел с какой-то курткой Золтана и попросил пришить еще один карман Это было довольно странно У меня сложилось впечатление, что он зашел просто поговорить О чем вы говорили с Лютиком? Он спрашивал у тебя что-то особенное? Дай подумать Это была такая обычная Если бы мы с Лютиком не выяснили все с самого начала Он так... Калькштейн в Новиграде? Я бы тоже... Боюсь, ты опоздал Недавно его... Но прежде чем он умер... Ооо, что-то... Какую? Родовит Спасибо Твоим услугам Привет Я был... Разумеется Еще есть О, кстати, маска волка есть Давай тебе купим Пусть будет маска волка Пусть карты давай, ебаный Я хочу... О,退ь Так... 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 А еще огненечусь.. Давай 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 Накидываем, нормально Ещё одного отправим Найдите, конечно Спасовал, да? Т Т Ооо, полукаря подставим Назад новости, наверное Всё тут, где-то... Ах-ха этот рог там все равно не пнулся и гнали надеюсь у него нету карточки казни я прям на это надеюсь естественно что это корей что здесь мой гаукс а у меня еще одна с одной башней опасно а вот какая то есть ооо not bad, not bad сейчас хуяк казни у меня 4 карты улетают ахуяк хуяк хуяк — ооо шоточку туду туду ладно что там у тебя есть давай с ek ну конечно же конечно что насчет это насчет туда-туда они это все так ну кстати Че ты по-моему понимаешь, братишка? Времени, время... Я-то твоего гадского взгляда не боюсь Точнее не братишка, а какой-то братишка Блин, ты какой-то... Берём бы, братишка О, кстати Ставлю сюда мыло Так Удивительно Списка расстроена Вознесём же молитвы Силе Вечного Анатолия За сколько? Как до самого самого... Чё... А, блядь, я пробежал Чё-то я вообще на карте носил кинфас Оби барышни любят таких чудесных Чё такое? Ну чего ещё? Я хочу увидеться с Розой Вар-Атре Ого, знал бы ты чего я хочу Барышня Роза не видится с кем попала Я Геральт из Рилии, ведьмак Ну вот как барышня Роза превратится в стрыгу Её отец за тобой пошлёт А пока тебе тут делать нечего Честь имею Честь имею Ну чего ещё? Я новый повар А за спиной? Убирайся отсюда Убирайся отсюда Ух ты Любопытно По всему городу ходят слухи, что тебе нравятся такие, как я Не отбирайся Цветочек Для тебя госпожа Вар-Атре И лучше цветочек исчезни отсюда Пока Кто ты и что здесь делаешь? Отвечай немедля, или я вызову стражу Прости, что я пролез к тебе тайно Я Геральт, друг барда Лютика Геральт из Ривии? Ведьмак из песен? Ты что тут делаешь, приблуда? Как ты сюда попал? С главного входа я никого не пускал Великим солнцем клянусь, барышня Молчи, я всё улажу Следи за выражениями Это... Это... Фредерик Франсис де Бержерак Новый учитель фехтования Верно? Веди его в зал для занятий, я вскоре присоединюсь Но госпожа, он ещё минуту назад говорил, что он повар Это обманщик Видишь, Фредерик Говорила я тебе не шути со стражниками У них совсем нет чувства юмора Проводи господина де Бержерака в зал для занятий Живо Так точно, барышня Надеюсь, ты знаешь во что ввязываешься Я тоже Барышня Роза, та ещё бестия А как дорвётся до клинка, не знает жалости Хватит Деревянный возьми И смотри барышню не повреди А то господин посол За мной А то господин посол Давай уж побыстрее Ты мой новый учитель Ну-ну, в этот раз папа растарался Начнём с деревянных мечей Я должна знать, чего ты стоишь КОНЕЦ На что тебе два мяча? Ты даже и за ним не управляешься! Хватит бахвалица! Дерись! Ну давай! Стоп тебя! Хороший бой! Ты гораздо лучше, чем предыдущий! На самом деле я не учитель фехтования! Нет? А кто? И каким чудом ты сюда попал? Что-то я не понял. Мне казалось, мы уже разговаривали в саду. В саду? А, да, в саду. Так что ты говорил? Зачем ты пришел? Я пришел спросить про твоего учителя риторики, Лютика. Учителя риторики? Тоже мне учитель. Это папа его нанял для риторики. А он играл, пел и воображал себе неизвестно что. Ну, между вами были некие отношения? Ну, если считать отношениями, что он за мной ухлёстывал, то... Даже тогда между нами ничего не было. За наш счет развлеклась моя сестрица. Ну все, хватит пустой болтовни. Становись! Я требую реванш. На что тебе два меча? Ты даже с одним не управляешься. Хватит похвалиться. Дырись! На что тебе два меча? Ты даже с одним не управляешься. А ты быстрый! Что, драться раскателось? Деревянный меч сломался. А что в тебя? Может, ты не учитель пехтования, но мог бы им стать. Не хочешь дать мне пару уроков? Нельзя отказывать, если дама настаивает. О чем это вы там шепчетесь, голубки? Ты спрашивала о моих отношениях с Лютиком? Вот и виновница всего недоразумения. Эдна Вар Атре. Главная склочница к югу от Еруги. Погоди, так это я с тобой в саду говорил? Конечно, со мной. А что, Роза решила над тобой пошутить? Не сердись. Мы так с детства забавляемся. Нас всегда все путали. Как я понимаю, Лютик тоже вас путал? Бывало. Но тогда Роза быстро приводила его в чувства. Закрой на минуту свой зловредный ротик, сестричка. И позволь мне объяснить. Эдна посылала Лютику любовные записочки от моего имени. Он по своему тщеславию, конечно, всему верил. А мне оставалось осаживать престарелого барда, если он переходил границы. Роза, у меня были самые благие намерения. Я помогала тебе сделать первый шаг. Я же видела, как ты краснела, когда он декламировал свои вирши. Я тебе сейчас погребальную элегию продекламирую, если ты не прекратишь. Спокойно. Ни один поэт не стоит того, чтобы сестры вцеплялись друг к другу в волосы. Особенно такой бездарный. Мне надо понять, кто-нибудь из вас видел Лютика в последнее время? Может, Эдна? Я точно нет. Сестричка, я бы не отважилась встречаться с человеком, которому ты пылаешь тайным чувством. Как пылать к нему тайным чувством, если он воспевает таланты другой? Я еще не спятила. О ком говорил Лютик? Вы знаете о ней что-нибудь еще? Она должна быть поэтесса или трубодурша. Очень способная и необычайно талантливая, разумеется. А впрочем, кто его знает? Он мог все это выдумать, чтобы возбудить нашу ревность. Жалкий пивун. Вижу, он преуспел. Ты сразу так и загорелась. Я загорелась желанием дать тебе по носу сопля. Рад был с вами поговорить, но я должен вернуться к своим делам. Приятно познакомиться. Заходи еще. А как же наши уроки? Ты умеешь убеждать госпожа, куда и когда я должен явиться? Давай завтра. Здесь же, в то же время. Договорились. До свидания, мастер-ведьмак. Что это за такие уроки фехтования? Ну что, друзья. Думаю, на этом серии подойдет к концу. Увидимся в следующей. Поэтому подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, дизлайки. Все, что хотите. Буду рад любому действию с вашей стороны. Поэтому все. Спасибо. Увидимся в следующей серии. Пока.